Итак, мы вчера с вами поговорили по трем основным аспектам консультирования в связи с ВИЧ-инфекцией. Первое, мы информацию доносим, то есть когнитивный компонент должны реализовывать. Второе, что мы делаем? Мы помогаем человеку осознать эту проблему, пропустить ее через себя, то есть такой рефлексивный компонент, осознание проблем, что это касается и меня тоже. Дальше мотивационный, то есть замотивировать человека, который попал в эту ситуацию, этой инфекции, замотивировать его, что-то сделать, как-то изменить свою жизнь, какие-то вещи принять во внимание. И теперь конкретно поведенческий компонент. То есть практически здесь мы начинаем, ну будем так говорить, сопровождать человека по горячим вопросам его жизни. То есть он замотивирован, чтобы что-то изменить, и теперь наша задача его вот именно сопровождать, такую вот психологическую, душепопитическую поддержку оказывать. Итак, вот поговорим сегодня об этих вопросах. Пары, то есть супружество, беременность и ВИЧ. Как это все можно состыковать? Итак, что необходимо сделать перед свадьбой? Если вдруг так обнаружилось, или так получилось, что два человека женятся, и у этих двух людей, ну будем так говорить, в прошлом были, как сейчас молодежь говорит, косяки, да? Были какие-то темные пятна, темные моменты. Причем не знаем, есть там ВИЧ-положительный статус или нет. Еще не знаем. Вообще даже лучше сделать для всех, которые собираются пожениться. В любом случае, да. Поэтому обязательно вместе, первое, что нужно сделать, это вместе сдать все возможные медицинские анализы. В том числе на ВИЧ-инфекцию. Перед свадьбой. Перед свадьбой. Затем точно так же вместе получить результаты. Чтобы не было такого, что один сходил и говорит, я получил, у нас с тобой все в порядке. Ты что, мне не веришь? Как может быть такой недуховный, да? Мы еще не женаты, она мне уже не доверяет. Она мне уже не верит. То есть, чтобы вот такого давления не было? Такого не получилось. Что оба вместе пришли, вместе получили свои результаты, и вместе их посмотрели. Помня о периоде окна, помните? От 12 месяцев до 6 месяцев. Период окна, когда болезнь вообще не определяется. Вместе спустя полгода сдать еще раз анализы. Опять все возможные. И опять вместе эти анализы получить. Опять мы говорим, что это идеал. Это идеал. Ну хотя бы один раз, в любом случае это сделать надо. И только после этого принимаете решение. Только после этого. Почему мы говорим только после этого? Потому что если выясняется, что оба человека здоровы, ну там уже идет работа только над своими личностными, какими-то притиркой характера, да? Если выясняется, что у кого-то одного ВИЧ-инфекция или какая-то другая инфекция, ну какая-то другая, понятно, что нужно вылечить. Мы уже об этом говорили, что лучше все возможные инфекции вылечить до свадьбы, чтобы потом не было никаких разговоров. Если же ВИЧ-инфекция в данном случае, то тут уже нужно внимательно слушать. Потому что с этим нужно жить теперь всю оставшуюся жизнь. И дальше уже... Ну о том, что происходит и как это происходит до свадьбы и развиваются отношения, мы говорили в нашем курсе о добрачном построении отношений. Очень подробно. Сейчас мы здесь останавливаться, здесь не будем. Мы говорим конкретно о том, что если у кого-то одного или у обоих ВИЧ, положительный статус определен. Итак, если у кого-то из вас анализ дал положительный результат, мы говорим следующее. Во-первых, мы как инсультанты с вами должны помнить следующее, как души попечителя. Мы не имеем права что-то запрещать. Потому что, к сожалению, мы вот уже говорили, что бывают две крайности. Либо говорят, нельзя, ни в коем случае, как вы можете, и давят чуть ли не до отлучения из церкви и так далее. Либо говорят... Украине даже был такой закон, он действовал 2 или 3 месяца, но потом общественность сбунтовалась, так сказать, и закон пришлось отменить. В прошлом году это было. Потому что в ЗАГС не принимали заявления, если у кого-то одного... Нет, если без анализа на ВИЧ. Без анализа на ВИЧ. Если был анализ на ВИЧ, то могли просто не принять эти заявления. Если анализ был положительный. Если анализ был положительный. Вот, но потом, ну, знаете, как люди-то находят лазейки и просто понимали, что, ну, во-первых, это неэтично, никто не имеет права... Запретить. ...вмешиваться и вообще запрещать. Это дело каждого в данном случае. Вот, но просто поняли, что нужно проводить профилактику и доносить до сведений людей максимум информации. Ну, а другая крайность, это когда говорят, да ладно, женитесь, все нормально. Главное сделать шаг веры, и все получится у вас. Не берите в голову, это такая же болезнь и так далее. То есть оба вот эти подходы неправильные. То есть нужно обязательно донести все сведения. Ну, вот в наших книгах «Жизнь продолжается», которые вот у вас они есть, там есть специальный прям раздел «Предбрачные консультирования». Там все-все-все вопросы, которые мы предлагаем парам обсудить, задаются. Ну, и нужно донести до следующих, до самых основных моментов. Первое. Что презерватив не снимает риск заражения, а только лишь снижает его. Ну, мы говорили очень подробно о том, как действует презерватив, и что сам вирус, он в несколько сотен раз меньше даже, чем сперматозоид. А уж сперматозоиды проходят через эту решетку. Особенно, если эта решетка полежала в кармане. Да, потому что, как мы говорили... Если латекс полежал в кармане. Да, потому что латекс разрушается при 135 градусах, температура тела 36,6. Поэтому там нужно столько, много разных моментов соблюсти, когда говорят 100% сперматозоиды. Гарантия. Гарантия. Безопасный секс. Безопасный секс, они бывают. Да, бывают презервативы 100% гарантии, но при этом нужно не держать его в кармане, при этом нужно его правильно надеть, при этом масса-масса всего... Определенная влажность должна быть, определенная температура, определенное хранение. Если даже 100% презерватив, 100% это снижается. Очень здорово. Разными герметиками, с масками. Мы в Москве видели такой большой плакат, очень такой характерный. Нарисован презерватив и шлем мотоциклиста. И написано, защищает, но не спасает. Очень хорошо сказано. Знаете, лучше не сказать в данном случае. Дальше, второе, что нужно помнить. Что у такой пары существует риск заражения ВИЧ-инфицированного ребенка. То есть риск рождения. Да, риск рождения. И хотя этот риск сейчас снижен до 2%, то есть из 100 всего двое рождается с ВИЧ-инфекцией. Если принимать АРТ, если следовать всем инструкциям, много-много разных если. Но в принципе можно снизить этот риск. Но риск остается. Поэтому таким парам нужно говорить. Понимаете, вы женитесь, у вас такая любовь, как вы говорите. Знаете, как верующие часто оперируют словом Божья воля, очень любят эту вещь. Но максимальную информацию нужно донести. Чтобы это было не просто, знаете, такие внутренние ощущения любви, Божьей воли и так далее, но чтобы это было конкретно в виде общественной ответственности друг перед другом и перед будущими детьми. В-третьих, ребенку придется ухаживать за вами, когда ваше заболевание достигнется терминальной стадии. И как мы говорили, в среднем, ну, по крайней мере на данный момент, 10-15 лет. То есть 15-летний подросток должен будет ухаживать вот за таким человеком. Он способен это выдержать, ребенок 15-летний? Вы знаете... Для него это приемлемо, и в его возрасте, когда гормоны, когда хочется любви и так далее, и так далее. Ну и вообще, как бы, подумайте, вот эту ситуацию надо продумать. А ему придется ухаживать за родителями, за одним или за обоими. Нам понравилось, мы были вот как раз в Уганде, и там разговаривали с многими людьми из разных-разных стран. И вот, по-моему, из Малайзии, там, одна женщина приехала, она рассказывала, знаете, говорит, а у нас так, вот если женится здоровый на ВИЧ-инфицированном, то есть вот так и задаете из карданной пары, у нас в обязательном порядке рекомендуют, вот интересно, в обязательном порядке рекомендуют этому человеку поработать две недели вот в таком вот спид-центре. То есть чтобы реально человек увидел, на что он идет. Если действительно это любовь, если действительно, как ты это называешь, это Божья воля, если действительно это акт твоего человеколюбия, ты смотри, что тебя ждет. Вот так. Или жить с таким человеком, или ребенок останется вот с таким человеком. То есть люди должны... Что будет человек испытывать? Ты должен испытывать на себе. Мы считаем, очень практично и очень так это здорово придумали. Вот видите, как тоже нам нужно учиться друг у друга, каким образом вот людям доносить реальность. Не напугать, не отговорить, но донести информацию, чтобы не в эйфории принималось решение, а здраво, да, имея всю информацию на руках. Четвертых, для ребенка существует риск остаться сиротой, не достигнув совершеннолетия. Не окончив школу или университет, не получив профессии, ну, не став на ноги. Ну, многие на это нам говорят... Не может быть даже не имея никаких средств и жилья. Негде будет жить ему. Ну, многие нам говорят, ну, если так говорить, а что, мало детей остаются сиротой и при здоровых родителях? Ну, конечно, но другое дело, когда это случай идет, входит в жизнь, а иное, когда уже изначально ты понимаешь, Сознательно идут на это. Сознательно, да. Мы понимаем, что это будет. Да, конечно, терапия сейчас делает большие шаги вперед. Да, конечно, сейчас работы врачей, врачами проводятся огромные, колоссальные, и слава богу за это. Но мы не знаем, что будет завтра. Насколько будут доступны эти лекарства, денежно и вообще. Поэтому многие вещи, конечно, нужно принимать внимание. Что это конкретный риск? Ну, и следующий вопрос. Обычно тоже всегда задают. Вот пара, тем не менее, действительно, любовь, они поженились, и возникает вопрос, а возможно ли у них интимная жизнь? Или такая вещь. Один из них ВИЧ-инфицирован. Или такая вещь. Вдруг пара жила-жила, и вдруг потом выясняется, что один ВИЧ-инфицированный. И действительно приходят к таким вопросам. Вот вдруг выясняете, что он, вот у него эффект, или так у нее инфекция. Да, у нас был такой конкретный разговор, когда пришла женщина в положении, она пришла вставать на учет, как это называется-то? По беременности. Да, по беременности. Не по беременности, а куда пришла вставать на учет? В поликлинику, да? Да. И у нее стали брать анализы, оказалась она ВИЧ-положительная. Откуда, чего? Она всю жизнь была девственницей, до свадьбы до самой, все нормально у нее, не кололось. Стали следовать мужа, у него тоже ВИЧ. Он стал вспоминать, да я всего, говорит, один раз укололся, когда мне было 14 лет. Вот тот укол, видимо, был... И вот тот укол оказался роковым. Он даже сам не знал, что он носитель ВИЧ. До того, как он возле времени. Жена пришла вставать на учет, у него выясняется. То есть люди сами могут не знать этого. Это вполне реальный случай. Итак, ну возникает естественный вопрос, что теперь делать? Что теперь нам, вот, не спать? То есть такой вопрос возникает. Интимная жизнь возможна. Главное научиться опять наиболее эффективным способом предохранения. Потому что в Священном Писании написано книга Бутие и будут одна плоть. Нигде не написано. Кроме тех случаев, если кто-то из вас болен. Одна плоть. Просто опять нужно подумать, как жить без буквы Л. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорили. Может быть, точно так же качественно, может быть, все точно так же замечательно. Просто иначе, по-другому. Вот. И вот это вот по-другому нужно уже будет с парой этот вопрос разбирать. Каким образом? Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Итак, для чего это необходимо? Во-первых, ради безопасности здорового супруга. Ну, это понятно. Но очень важно помнить, что в течение первых трех лет заражается 25%. То есть здесь нужно быть... Надо это донести цифру. То есть человек, который здоров и женится или выходит замуж за ВИЧ-инфицирован, он должен быть к этому готов. Что в течение трех лет вероятность того, что он заразится... Да, не стопроцентная. Но 25% есть. В течение 10 лет уже заражается, ну, по-моему, 100% уже. Такую цифру я видел. Да. Ну, опять понятно. Понимаете, процент... Ну, при нормальных отношениях, интимных отношениях мужа и жены. Не имеется в виду, когда они вообще все эти 10 лет не спят вместе. То есть нельзя говорить, что презерватив снимает. Потому что даже если, скажем о том, что они постоянно пользуются... Хотя, знаете, вот вам честно скажем, положа руку на сердце, мы ни одну пару дискордантов не знаем, которые, зная все вот это, тем не менее, постоянно, у кого секс был вот такой вот безопасный, с точки зрения заражения. Ни одну не знаем. Иногда позволяют себе. Хотя, когда у них спрашивают, пользуются ли вы презервативом, вот когда отвечают на подобный вопрос, они отвечают да. Понимаете? То есть как бы, ну, в нашем понятии это все-таки скорее нет, чем да. То есть если могут, позволят себе вот эти вот вещи. Дальше. Ради безопасности ВИЧ-инфицированного супруга. Потому что любая для него инфекция, любая бактерия для него может быть роковой. Кроме того, вы знаете, что ВИЧ это уже не только просто ВИЧ, их есть два вида ВИЧ. Плюс еще есть подтипы каждого ВИЧ. То есть он может заразиться, он как носитель ВИЧ, может еще и другой ВИЧ получить. Если два вдруг ВИЧ-инфицированных супруга, да, то есть опять вы донесите до них, что вам тоже лучше все-таки постоянно использовать в данном случае все методы безопасного секса. Ну и в избежании нежелательной беременности, если пока вы не планируете ребенка. Дальше. Следующее. Что нужно сделать? Значит, наиболее эффективный способ предохранения от заражения ВИЧ. Презерватив хорошего качества. Но опять, конечно, здесь стоит вопрос денежный. Вы все это понимаете? Потому что в киосках продают, не то в этих гастрономах. Да, то есть здесь, конечно, есть и хорошие качества, значит, там, естественно, пойдут хорошие деньги. Ну, то есть, как бы к этому тоже нужно людей подготовить, что это еще ударит по их карману. Безопасность стоит очень многого. Или снижение риска, будем так говорить, стоит многого. Непроникающие интимные отношения. Это тоже секс. Вот. То есть, ну, что такое непроникающие интимные отношения, мы с вами говорили. Это доведение друг друга до оргазма без полового акта как такового. Это тоже интимные отношения супругов. И, в общем-то, по большому счету для... Это тоже непроникающий секс. Это так и называется. Непроникающий секс между мужем и женой. Это интим. Точно такой же интим. Ну, дальше такой вопрос. Обычно тоже всегда задают. Обречен ли ребенок, если мать ВИЧ-инфицированная? Ну, мы уже на эту тему немножко говорили. Просто сейчас тоже несколько таких, ну, моментов, как выводов. Свести риск передачи ВИЧ ребенку к минимуму можно с помощью. Первое – это антиретроверочная терапия во время беременности. Значит, вот сейчас вот мы были в Уганде, там вышел врач и сказали, что сейчас, вот буквально в прошлом году изобрели таблетку. Такую таблетку, которую женщина принимает перед родами. То есть она принимает эту таблетку, главное ее принять вовремя. Ну, врачи знают это время, то ли это начало схваток, то ли когда уже... Ну, то есть во время рода. Начинают очень же такие... И риск снижается... Регулярные, частые. Да. Таблетка стоит всего, ну, там, вот, в Англии, она стоит 2 доллара. То есть за 2 доллара может ребенок родиться совершенно здоровый. Он говорит, за 2 доллара из 30 детей мы спасаем 28. Даже при нормальных родах, дне кесарево-сечения. То есть идет вперед медицина, понимаете, нам опять нужно держать руку на пульсе и знать, что это есть. Пусть у нас это будет не 2 доллара, а больше, но, по крайней мере, не знаю, что такая вот вещь существует. Ну, почему я сказал из 30 и 28? Потому что без этой таблетки рождается 30%. Из 100, 30 детей рождается вечно-инфицированных. С этой таблеткой из 100 всего двое вечно-инфицированных. Ты имеешь в виду, если роды идут в нормальный? Да, естественным путем. Дальше. Полноценное питание с витамином А. Вот обязательно, ну, знаете, как нам говорят, откуда вот это все выяснено. Представляете, если с 1982 года проводятся конкретные наблюдения за исследованием, и все это записывается, фиксируется и сводятся все данные. Ну, вот обратили внимание, что если витамин А, то вирусная нагрузка не повышается у матери, которая вынашивает ребенка, и СД-4 держится в более стабильном состоянии. стоит сказать, почему так долго идут эти исследования, никак не могут открыть лекарства, потому что животные этим вирусом не болеют. Этим болеет только человек. А исследовать на человеке, испытывать там, давайте вот это попробуем лекарство или вот это. Это нужно, во-первых, разрешение самого человека и его родственников. Но, во-вторых, это не идти. Не сам он решится, не все люди решаются на таких. Поэтому, в основном, как приходят вот к таким выводам и вот к таким вот лекарствам, идет это через, будем так говорить, наблюдение. То есть, пока не удалось заразить еще ни одной обезьянки, ни одного животного вот этим вирусом, чтобы исследовать их. Дальше третий. Проведение кесарево-сечеина, мы уже об этом говорили. Чтобы не было травм во время прохождения родовых путей. Да, это тоже снижает риск. Ну, естественно, современное лечение этих родовых путей, чтобы не было никаких инфекций, никаких болезней. Ну, и искусственное скормление младенца. То есть, ни в коем случае не кормите ребенка грудью. То есть, мы вот это вот говорили, но это опять нужно донести. То есть, изначально надо для людей эту информацию донести. Мы не зря это повторяем, 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 потому что мы знаем, повторение мать-учения, да, если мы это дело запомним, мы это легче донесем. Ну, и дальше, профилактика ВИЧ. Вот в нашем с вами контексте это верность, воздержание, презерватив. То есть, вот всего три слова, которые помогут остановить эту эпидемию. Верность в браке, воздержание до брака и использование презерватива, если дискордантная пара. Вот. То есть, это вот то направление, в котором сейчас ведется профилактика. То есть, именно вся профилактика ВИЧ-инфекции сейчас во всем мире и в нашей стране тоже начинается именно вот по этим моментам. Вот мы уже говорили, что Вадим Патроновский, это главный врач, так называемый главный институт, будет так говорить до нашей страны. Он конкретно сказал, что не надо бросать, сейчас все средства бросаются на лечение этой эпидемии, а надо бросать максимум средств на профилактику. И профилактику он тоже назвал вот эти три момента. ВВП. ВВП. Верность, воздержание, презерватив. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok